Когда говорят о том, что надо возрождать промышленность, и это правильно, потому что ни одна страна без промышленности не становится успешной, и на одном агропромышленном комплексе, как нас уговаривали 5 лет, при всем уважении, выдержать жесткую конкуренцию и сделать страну самодостаточной нельзя. Так вот, когда говорят о поддержке промышленности, надо просто взять и брать каждую отрасль отдельно. В общем, есть принципы, которые должны реализовываться, когда занимаются реальным сектором экономики, его поддерживать. Но, каждая отрасль имеет свои особенности. Мы автомобильный отрасль, если берем, то здесь очень жесткая конкуренция, здесь очень высокотехнологичные процессы, мы их видели сейчас сами. И здесь, наверное, очень серьезно, чтобы государство поддерживало эту отрасль, тогда она будет развиваться и давать рабочие места, и давать налоги в бюджет. И для этого надо и налогами, снижением налогов поддержать, и заградительные пошли поставить, чтобы не ехали сюда, в высшее употребление автомобилей, которые, в принципе, уничтожают экономику, уничтожают и экологию, являются угрозой жизни людей. Поэтому вот такие предприятия, как ЗАС, которые уникальны, которые могут машину с нуля практически сделать, имеют все стадии, начиная от штамповки и заканчивая покраской, они, как никто, требуют поддержки государства. Каждую отрасль взяли, посмотрели, выработали план для нее, реализовали, и тогда это вот, так сказать, локомотив смежников подтянет, откроет рабочие места, наполнит бюджет. И вот в этом суд того, чтобы заниматься промышленностью профессионально, предметно и с нацеленностью на конечный результат. Вот я еще раз получил подтверждение здесь, потому что коллектив борется, невзирая на все сложности, которые создавало прошлое правительство и государство, выжил и борется, и ему надо помочь. Ну, например, я был здесь 8 месяцев назад, я скажу свое мнение, что когда 8 месяцев назад еще формировались, вот первый автобус мы видели, как он создавался, а сегодня мы видим здесь уже их почти 10, и видно, что это уже переходит на массовое производство, на то, что требуется для рынка, это высокотехнологичные современные образцы, которые не стыдно показать никому, то вот я вижу, что люди борются, люди развиваются, и надо им помогать. Поддержка, заградительные меры по закрытию рынка от бывых машин, заградительные меры для тех машин, которые могут производиться здесь, и тем не менее заводятся извне, это должно быть, государство должно защищать своего производителя, это утилитационный сбор по отношению к Российской Федерации, это увеличение пошин по отношению к машинам, которые приезжают с Евросоюза. Собственно говоря, мы это делали в 2012 году, я сам этим занимался, и мы тогда резко увеличили сборку машин на территории Украины у нас дома, и возродили так в некотором смысле, начали возрождать автомобилестроение в 2014 году, к сожалению, все это рухнуло, но это придется делать сейчас, давать налоговые льготы, потому что увеличилась стоимость энергоносителей, увеличилась нагрузка налоговая, при этом не было никакой защиты и никакого доступного кредитования для предприятий подобных автомобилестроителей. Поэтому вот комплекс мер, но каждую отрасль надо рассматривать отдельно, каждая отрасль имеет свои особенности, это вот то, чем придется заниматься для того, чтобы восстановить индустриальную мощь нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok